Приветствую друзья! Мы все так же находимся в Кемере и сейчас мы приехали в отель Зигана. Отель достаточно старенький, многие говорят что он даже так себе, но тем не менее давайте мы его посмотрим, чтобы вы точно знали, что он из себя представляет. Здесь также пока еще проходит подготовка к сезону, еще не начали соответственно продажи, открыли сезон. Но мы с вами в большей степени посмотрим территорию. Территория похожа на какой-то загородный загородный лагерь. Все утопают в деревьях, зелени, домики. Не знаю, насколько здесь летом обрабатывают, что здесь нет насекомых. Ну это не факт, да? Возможно и нету, да? Но хотя в Турции это вообще такая частая история встречается, все обрабатывается, поэтому в целом все в порядке. Вот по территории раскиданы такие домики, есть основной, смотрю, корпус. Не знаю насчет номеров сейчас нам покажут их или нет, потому что, говорит, особую ставку мы на это не делаем. Мы хотим посмотреть в большей степени эту территорию. Кстати, здесь даже на дроне полетать бы негде было, потому что все в деревьях. Как в лесу. Как будто все уже заросло лесом, и вот все работает. Не знаю, сложно добавить представить так, что здесь куча людей отдыхают, ходят, да? Больше похоже на какой-то такой заброшенный вариант, да? Какой-то непонятный. Ну, в общем так, смотрите, здесь зелень, все поросло, балкончики, как будто такое бассейн из зелени. Реально утопает в зелени, в прямом смысле и слов, да, как видите. Так, друзья, мы сейчас в этом номере, в одном из заброшенных таких, как говорится, зданий. Номер достаточно интересный, я бы сказал, даже он очень похож, что с улицы, что и внутри, такой аутентичный, как вы видите, да? Ремонт есть, все чисто, но все такое немножко уже старенькое, как вы видите, да? Но, тем не менее, даже, видите, телевизор, ретро-телевизор. Можно, да, размещаться, я сейчас, кстати, ради интереса заглянул, посмотрю, сколько он стоит. Просто мне очень интересно. Ну, вот сейчас, как раз, посмотрел цены, например, на 10 мая на 6 ночей тотель 163 тысячи рублей на двоих из Москвы. Ну, не знаю, то есть, я думаю, здесь деньги можно что-то поинтереснее найти, вот если честно. Поэтому изучаем дальше, поэтому мы, собственно, с вами приехали, чтобы понять, есть ли смысл или нет, потому что картинка картинка, а реальность есть реальность. Вот такой вид у нас, открывается каких-то хаосов, домиков. И еще один номер, зайдем на втором этаже, покажу. Такая гардеробная, здесь, понятно, еще бардачок такой. Ну, в общем, все очень аутентично, я бы этому отеле поставил бы 3 звезды максимум. Но при этом скажу так, что это необычная история, и, может быть, кто-то хочет жить в лесу, в зарослях, тогда это тот самый вариант. Продолжаем наш поход по заброшенным джунглям, по заброшенным отелям. Ну, это так шутка, да? Ну, реально очень похоже, что мы в каких-то джунглях. Ну, может быть, в этом есть какая-то изюминка, что-то в этом есть, я все-таки думаю. Давайте все-таки дойдем до пляжа, посмотрим, как там все. Хотя, на самом деле, здесь даже можно заблудиться, есть указанные номера, но не указанные таблички, куда идти до моря, до пляжа. Но вот ближе к морю открывается уже инфраструктура, скажем, отеля. Если мы номера посмотрели, они, скажем, так себе, да, то здесь такой открывается живописный аквапарк. Я так понимаю, здесь бассейн с волнами. Уже так что-то смотрится достаточно интересно. Сливается с этим, в общем, колоритом вот эта панорама, да, вот такого каменистого ландшафта. Дальше я вижу еще бассейны. И на этом фоне кажется, что это уже получит, да, то есть уже оценочка подрастает. Я думаю, как минимум до четырех, вместо тройки, да, по размещениям. Сейчас еще здесь подойду, вам покажу. Да, здесь вот детские бассейны, я вижу, вижу. Естественно, конечно, сейчас все облагораживается, готовится к сезону, потому что все в основном стартует в конце апреля, май, но никак не в начале апреля, как сейчас. Как вы видите, вот все готовят, убирают, чистят. Итак, вот здесь еще одна большая территория с бассейнами, бассейны, как видите, гигантские. Это, конечно, большой плюс. Горка, горы, да, на фоне горы, горка. Итак, здесь, посмотрите, мы сейчас проходим, и тоже большая, все, один большой бассейн. Но я так смотрю, он практически везде глубокий, единственное, есть вход в пологи, там, да, для детей. Но вообще сами бассейны глубокие, как видите, да, для взрослых. Больше для взрослых купания, чем, конечно, для детей, ну или тех, кто уже умеет плавать. Так, идем на пляж. На пляже я уже приглядел, что, как вы видите, там тоже сейчас привезли песок. Как вы понимаете, в Турции песок везде завозной. Его сейчас будут разравнивать, выкладывать, все, конечно, облагородят, сделают шатры, поставят здесь шезлонги. И, конечно, вид будет совершенно другой, плюс солнце, когда будет светить летом, уже полноценную жару давать. Уже, конечно, и антураж меняется, и краски, и цвета меняются, и так далее. Так, я тут где-то вышел, не совсем там, но, тем не менее, сейчас мы с вами пройдемся до пляжа. Слушай, вы к нему вышли, ветерок, надеюсь, меня слышно хорошо. Так, секундочку. Итак, мы с вами вышли на пляж. Здесь сегодня ветер, прям волны, да. Так, у нас тут какая-то плита стоит даже волнорезная, смотрите. Не очень понял, зачем это сделано. Наверное, для того, что как раз здесь сильные волны, возможно. Здесь, смотрю, галька, но песок привезли. Здесь все-таки будет галька с песком. Я думаю, это не очень комфортно и удобно, но, тем не менее. Итак, видимо, здесь все-таки вот эта история с плитами, да. То есть, видите, лежит плита. Здесь крупные камни, я не знаю, здесь купаться, в принципе, невозможно, вам так скажу. Да, вид отсюда, конечно, так же открывается красивый. Горы все это дело, конечно, заглаживают по видам. Но пока я не очень понимаю, как здесь комфортно отдыхать на пляже. Волны даже до меня, до сюда достают. Вот. Непонятно, сейчас еще на ту часть перейду, но, мне кажется, там уже другая территория отеля. Да, все верно. Поэтому, я не знаю, друзья. Здесь пляж никакой. В общем, обзор отеля я вам сделал вкратце, да. Но я вообще не вижу смысла сюда отправляться за эти деньги. В принципе, можно еще что-то выбрать. Он не стоит таких великих денег, но, тем не менее, можно что-то другое посмотреть. Конечно, если ваш выбор будет между отелем 3 звезды, какой-нибудь самый плохий, далеко от моря. Возможно, этот вариант будет лучше. Но, все же, не знаю, ребят, друзья, я видел много. Не знаю, вариантов я видел много, но это не самый лучший вариант точно. Вот так вот, глядя еще раз на всю территорию, я понимаю, что все-таки акцент сделан на вот эту зону. То есть на зону, скажем, питания, бассейнов, проведения своего времени у бассейна и у бара. Да, то есть здесь, наверное, это единственное, что может привлечь гостей. Потому что пляжем, номерами привлечь здесь и удержать не получится. Второй же сюда кто-то вряд ли поедет. В общем, чтобы там искупаться, еще дополню вам вот эти бетонные плиты. Здесь будут стоять такие переходики, лесенки. Вы по ним будете переходить и купаться. Вот это все каменную историю засыпет песком. Ну и, в общем, вот так будет проходить отдых на пляже этого отеля Зигана. Так что посмотрите внимательно. Если нужен хороший пляж, это не тот вариант. Оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн.